Первая и пока единственная в Искитимском районе ясельная группа для детей от одного года открылась в детском саду «Красная шапочка» рабочего поселка Ленёва. Первых воспитанников начали принимать сегодня. Чтобы не волновать малышей большим количеством людей, торжественное открытие группы провели минувшую пятницу. Ситуация, когда на работу надо выходить, а малыша оставить не с кем, знакома многим родителям. Решение проблемы нашли и в Ленёвском саду. Мы были первыми в районе, когда мы открывали группы с полутора лет, и нам тут же следом поступил запрос от родителей. Мы написали письма в администрацию Искитимского района, мы обратились к депутатам Искитимского района, на что мы были очень удивлены и рады, что нам выделили денежные средства. Группу отремонтировали от входных дверей и окон, долинолеумы и покраски, закупили мебель, оборудование, игрушки. Средства выделены из районного бюджета из депутатских фондов. Депутаты сегодня пришли с подарками. В группе продумано все до мелочей. Смотрите, какие они маленькие, но для года, да, с ботами, то есть, чтобы ребеночек сел и не мог упасть. Вот такие у нас замечательные стулья. Посуда тоже мы приобрели детки маленькие, вот у кого-то зубки не до конца, да, вы смотрите, какая ложечка, она более мягкая, то есть, она не травмирует. Вот, соответственно, у нас парильнички, потому что не у всех еще выработан глотательный рефлекс. И тарелки, посмотрите, то есть тарелку, вот очень трудно, с трудом ее прям, вот, ее нужно вот так, раз. Тарелки на присосках, что удобно, потому что ребенок сядет, он же крутится, не дай бог оболит. Но главное, есть воспитатели, которые готовы заниматься с малышней. Летом мы поработали на маленьких детках совсем и поняли, что, наверное, это наше призвание, прям вот, прям вот с удовольствием. Кому нужна соска, кому памперсы, кого укачать перед сном. Все пожелания родителей здесь будут учтены. Ждем с понедельника своих новых воспитанников, малышей. Надеюсь, что все всем понравится, но мы постарались по максимуму. Детский сад молодец, и заведующая молодец, Галина Владимировна, она вот решилась на такой поступок, поэтому ей только честь и хвала. От нашей стороны мы будем помогать и детскому саду в целом, ну и под особый контроль возьмем вот эту группу. Сотрудники сада поблагодарили главу района и депутатов. В этом году им выделили 4,5 миллиона рублей на замену окон в здании. А также впервые на территории обновили прогулочные веранды, установили три новых из качественных материалов со шкафчиками для игрушек и меловыми досками. Ну что, открываем? Поехали. Давайте. Сами сотрудники тоже постарались и выиграли в социальном конкурсе грант на оборудование для мобильного автогородка. Теперь малышей практически с ясельного возраста будут учить правила поведения на дороге в игровой форме.